Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что зашли на канал Жанна в Турции онлайн. Сегодня 26 июля. Я рада новой встрече с вами. Всегда с удовольствием делюсь хорошими новостями. Но, к сожалению, в жизни не всё бывает только гладко. Тема сегодняшнего разговора тревожная, но не говорить о ней я не могу. Она напрямую касается нашу семью и многих из вас тоже. Дело в том, что сейчас мы находимся за пределами Турции, но пристально следим за тем, что там происходит. Многие удивляются, почему, постоянно проживая в Турции, мы уезжаем оттуда именно летом, в самый разгар сезона, когда многие, наоборот, стремятся в Турцию на отдых, чтобы насладиться солнцем и морем. Да, действительно, на Средиземноморском побережье Турции летом очень жарко. Температура воздуха держится в районе от плюс 35 до плюс 45. Но, честно говоря, мы жары не боимся. После знойных, пыльных казахстанских степей, где летом температура воздуха доходит до плюс 50-55, при этом полностью отсутствует растительность, анталийское лето нам не страшно. Причины наших выездов именно летом связаны с учебным годом. Дело в том, что в нашей семье есть ученик, и поэтому свои дальние поездки мы можем планировать только во время летних каникул, которые в Турции обычно наступают в середине июня. Но на этот раз учебный год был продлен до 1 июля. И эта дата удачно совпала с началом возобновления авиасообщения между Россией и Турцией. И мы благополучно на чартере из Анталии добрались в Минводы. Находимся здесь уже почти месяц. Честно говоря, планировали пробыть до конца лета, опять же, подстраиваясь под учебный год, который в Турции должен начаться в середине сентября. Но новости, которые меняются каждый день, скорее всего, заставят нас изменить свои планы. Я понимаю, что сейчас будут комментарии по поводу, опять же, названия, что оно слишком броское, что оно слишком агрессивное. Но я вам могу сказать, что всегда названия в моих видео полностью соответствуют их содержанию. Естественно, заголовок должен привлекать внимание. Он должен быть кратким и четким. А уже далее следуют разъяснения, которые, естественно, я не беру с потолка. К каждому видео я специально готовлюсь, изучаю информацию в разных источниках, в том числе официальных. И только после этого делюсь с вами. Я считаю, что владеть достоверной информацией и точными цифрами необходимо для того, чтобы правильно можно было построить свои планы, рассчитать свое время и свои действия. К сожалению, ситуация в Турции с коронавирусом ухудшается, и над туристическим сезоном опять нависла угроза. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Новости меняются стремительно, практически каждый день. Сегодня говорят одно, завтра совершенно другое. Но тема неизменна. Это закрытие границ. В середине месяца начались разговоры об ухудшении ситуации с ковид, и, соответственно, угроза нависла над туризмом. Комментируя эту ситуацию, несколько дней назад президент Турции сказал о том, что страна значительно снизила количество случаев заболеваний и смертей, добилась больших успехов в вакцинации, и новая волна останется позади без введения дополнительных ограничений, используя лишь те, что действуют на данный момент. Это маски, социальная дистанция, ХЕС-код и, конечно, активная вакцинация. Эти слова вселили надежду на то, что возвращения к локдауну не будет, соответственно, и туристический сезон обойдется без сюрпризов. Но уже вчера министр здравоохранения Турции призвал вернуться к строгим мерам в связи с резким распространением инфекции, то есть перейти от гибкости к строгости. Также Фахредин Коджа призвал всех немедленно вакцинироваться. Повод для столь резких заявлений есть. Пик заболеваемости в Турции был зафиксирован 16 апреля и составил 63 082 случая. Затем число заболевших постепенно снижалось. В конце июня, первой половине июля, показатели стабилизировались на уровне 5-6 тысяч. Однако с середины текущего месяца количество инфицированных начало резко увеличиваться. Согласно сводке Минздрава, 23 июля было выявлено 11 094 случая заражения ковид. Умерли 60 человек. На следующий день, 24 июля, 12 381 человек. 58 умерли. И последние цифры за 25 июля – это 14 230 инфицированных. Умерли 55. Самые тревожные данные приходят из Анталии. Число случаев заболеваемости, выявленных на 100 тысяч человек, увеличилось до 69,5. Это значит, что рост заболеваемости на самом популярном курорте за последний месяц превысил 100%. И это более чем серьезно угрожает туризму. Медики не раз предупреждали турецкие власти о том, что переполненность отелей и возобновление туризма в полную мощность скажется на ковидной статистике. На фоне взрывного роста заболеваемости турецкие медики в открытую обвиняют в завозе инфекции российских туристов. И сейчас Турция оказалась на грани очередного прекращения авиасообщения с Россией. Об этом заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он сказал, что турецкое правительство обсуждает введение обязательного карантина для российских туристов, приезжающих в страну. При этом некоторые представители власти и Министерство здравоохранения предлагают еще более жесткие меры, включая закрытие границ. Но турки до последнего откладывают эти решения. Они надеются и ждут сокращения российских показателей по ковиду. Не спешат закрывать границы по понятной причине. Они упорно добивались возобновления авиасообщения не только с Россией, но и с другими странами. Туристический сектор важен для страны как источник дохода для экономики и миллионов людей, работающих в туризме и около него. Закрытие границы Турция-Россия будет означать окончание сезона, безработицу и крах отельного бизнеса. Введение карантина по прибытию – то же самое. Вряд ли кто-то поедет на недельный или двухнедельный отдых, понимая, что может провести это время на карантине. Пусть даже в отеле, пусть со специальным обслуживанием. Но это не тот отдых, за которым едут в Турцию. Кстати, ранее в одном из выпусков я подробно рассказывала, что карантин в отеле, если он превышает срок забронированного отдыха, должна оплачивать туристическая фирма. Но при условии наличия страховки именно от ковид. Однако, по-моему, смысла в таком отдыхе нет. И вообще сейчас турецкое правительство находится на распутье. Я думаю, они прекрасно понимают, что не только туристы являются распространителями инфекции. Ситуация вышла из-под контроля во время прошедшего праздника. Минувшая неделя стала паломнической для более 10 миллионов граждан Турции, которые провели ее на море, не соблюдая никакой социальной дистанции и других антиковидных мер. Из-за этого эксперты прогнозируют через неделю новый взрыв коронавируса в Турции, который и может привести уже в августе к новому закрытию границ с самой Турцией или российским оперштабом. Критическим месяцем может стать сентябрь. И эксперты поясняют причину такого прогноза. Миллионы людей вернулись в города после праздников и, вероятно, привезли с собой вирус. Это вызывает очень серьезное беспокойство. И можно предположить, что в течение месяца рост заболеваемости увеличится более чем на 100%. Заявил профессор Ивтихал Коксал из Общества специалистов по инфекционным заболеваниям. Туристы, которые намерены продлить сезон до ноября, уже в панике. Такая же озабоченность углубляется и в розничной торговле, на которую напрямую влияет туризм, констатирует бизнес-эксперт Синан Пионель. По его словам, с июня, когда началась нормализация, произошел взрывной рост спроса на отдых. По июньскому опросу 70% членов ассоциации вернулись к оборотам 2019 года. Июль также прошел очень хорошо. Но сейчас настроение у всех мрачное. Вероятность закрытия довольно высока, согласно новостям по всему окружающему миру, сказал он. И действительно, несмотря на попытки туризма восстановиться, официальные европейские организации продолжают пугать туристов коронавирусными последствиями и призывают отказаться от путешествий и перемещений. ВОЗ призвала полностью отказаться этим летом от туризма из-за дельта штамма, который значительно заразний и, столкнувшись с ним, невакцинированным почти невозможно не заболеть. Ко Всемирной организации здравоохранения и ее рекомендациям можно относиться по-разному, но меня настораживают ваши комментарии. Уже несколько человек, вернувшиеся с отдыха, написали о том, что заболели ковид именно на курорте. И это, конечно, очень печально. Получается, что на одной чаше весов долгожданный отдых в солнечной цветущей стране с теплым морем, а на другой – здоровье. Но еще большее количество комментариев свидетельствует о том, что отдых в Турции прошел без ковидных последствий. Вот сейчас действительно как на вулкане. Не знаешь, как поступить и что будет. Масло в огонь подливают авиаэксперты, которые делают свои прогнозы насчет цен на перелеты. По их мнению, существенный скачок цен на авиабилеты внутри стран маловероятен. А вот стоимость международных авиаперелетов, особенно во вновь открывшиеся для туризма страны, будет расти. Стоит готовиться к резкому взлету цен на билеты в те страны, которые сейчас закрыты. Но вскоре откроются, в частности, для россиян. Стоимость билета увеличится вдвое или даже больше по сравнению с доковидным периодом. Динамика цен на авиабилеты будет определяться ситуацией с коронавирусом во всем мире. Из-за роста заболеваемости спрос на авиаперевозки может упасть. В таком случае рост цен на билеты в августе будет минимальным. Если же и ПИД-обстановка, наоборот, нормализуется, то авиаперевозчики могут поднять цены на 15-20% в течение года. И особенно это скажется на международных направлениях. Переваривая эту информацию, мы сидим и думаем, как быть. То ли надеяться на лучшее, что все это страшилки и авиасообщения не закроют, то ли прислушаться к цифрам и фактам, брать билеты на ближайшие даты и лететь в Турцию, которая стала для нас вторым домом. Я ни в коем случае не хочу нагнетать обстановку, точно так же, как и многие, нахожусь в раздумьях, сомнениях и переживаниях. И жду ваши комментарии по этому поводу, но очень прошу без агрессии, пожалуйста. Кстати, по поводу прошлого видео относительно закрытия пляжей. К сожалению, ситуация на море действительно очень печальная. Пришли новые данные. За последние 8 дней утонули 43 человека. И естественно, что власти вынуждены принимать запретительные меры. Берегите себя и оставайтесь на моем канале. Я прощаюсь с вами до следующего видео. До свидания.